Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. По программам благоустройства и обращению граждан глава города Елена Лапушкина побывала в промышленном районе Самары. Встретилась с жителями и осмотрела обновленные территории. В Самарской области идет подготовка к выборам. На заседании региональной общественной палаты обсудили формирование шестого состава наблюдательной комиссии. Затмила всех 12-летняя жительница Самары победила в конкурсе красавица и красавец земного шара. По программам благоустройства и обращению граждан глава Самары Елена Лапушкина побывала в промышленном районе. Встретилась с жителями и осмотрела обновленные территории. С какими вопросами обратились к мэру города Самарцы и как выглядят общественные пространства, благоустроенные по программе «Комфортная городская среда» в репортаже Ольги Павловой. Утро в сквере «Солнечная поляна» выдалось жарким, но по-настоящему уютным. Одни вышли на пробежку, другие погулять с детьми и покормить у озера городских уток. Птицы и белки здесь буквально ручные, рассказывают самарцы. Не успеешь оглянуться, как пушистый зверек уже в ладошке. К примеру, у главы города лакомится семечками и просит добавки. Ну вообще, прям как сказки. На защиту Солнечного сквера в 2018 году встали инициативные и неравнодушные жители домов 236-244 Паново-Садовой. Они объединились для того, чтобы сохранить природный ландшафт, дубовую рощу, озеро и благоустроить территорию. Объект был обновлен по программе «Комфортная городская среда». Здесь заменили асфальтовое покрытие, бортовой камень, обустроили газоны, установили скамейки, сделали освещение. А здесь же гаражи были. Здесь, да, гаражи убирали, дом собирались строить. Я помню, когда мы эту площадку сделали, здесь прям огромный массив гаражей был. Дополнительно по просьбе жителей были выполнены благоустройства прилегающей территории вокруг новой сцены, установка ограждений на детской и спортивной площадках, оборудованные поручни и лестницы на дорожках, ведущих к озеру. Мы слышали благодарности жителей. В очередной раз хочется сказать огромное спасибо Владимиру Путину за то, что он эту программу инициировал. И у людей действительно появляется и желание на своей территории благоустраиваться и улучшать свою территорию. Желание улучшить территорию есть и у жителей дома по проспекту Кирова 419. Главе города Елене Лапушкиной они обратились во время прямого эфира на телеканале «Самара ГИС» с просьбой обновить пешеходные дорожки у дома, благоустроить каждое крыльцо и привести в порядок газоны с внешней стороны двора. Благодаря тому, что я вам позвонила, у нас расчистили там территорию, у нас там порядок начался. То есть выграбли пусты, постригли газоны. То есть люди увидели вообще свет. Свет увидели, я думаю, поддержит меня. Глава города отметила вопрос о ремонте внутриквартальных проездов и входных групп, необходимо решать на общем собрании дома, протокол с которого нужно отправить в управляющую компанию. С главой района договорились, что он сейчас посмотрит экономию от торгов, да и возможно уже до конца года мы большую часть работы по внутриквартальной территории сделаем. Кроме того, жители 419 дома по проспекту Кирова всерьез рассматривают возможность перехода из управляющей компании в ТСЖ. Поддерживаю решение жителей, безусловно, когда в своих собственных руках управление двое в доме, но, наверное, это правильно. Благодарна Виктории Антоновне Котковой, руководителям ГЖИ, что готова встретиться с жителями этого дома, проконсультировать, рассказать, какие шаги им нужно хоть принимать, чтобы действительно вот эту задумку, это решение воплотить в жизнь. Осмотрела глава города и сквер, прилегающий к храму Кирилла и Мефодия. Он расположен в границах улиц Новосадовой, Солнечной и проспекта Кирова. В 2019 году по итогам участия в программе «Комфортная городская среда» и рейтингового голосования сквер занял второе место, набрав более 12 тысяч голосов. Здесь обустроили тротуары, высадили новые деревья, установили лавочки, скамейки, урны, опоры освещения. На особом контроле главы города и строительство нового детского сада по проспекту Кирова 230. Оно идет по графику. Через пару месяцев здесь появится каркас, а сдать в эксплуатацию дошкольные учреждения планируют к концу будущего года. Ольга Павлова, Константин Головин, Василий Колдашов. События. Стало известно, как в Самаре продвигается строительство новой станции метро «Театральная». Ее возводят на пересечении улиц Галактионовской и Красноармейской. Для того, чтобы успеть в срок, работы ведутся в круглосуточном режиме. Сейчас производится оценка стоимости расположенных там зданий для выплаты компенсаций собственникам. Подробности в нашем сюжете. Следующая станция – «Театральная». С ее появлением жители смогут в кратчайшие сроки добраться от безымянки до культурного центра города. При этом существенно сократится интервал движения поездов с 15 до 5 минут. По прогнозам специалистов, после открытия станции снизится транспортная нагрузка, и пассажиропоток увеличится не менее чем на 15%. Быстро и без пересадок будет немного потом. А пока во время проведения строительных работ жителям придется потерпеть временные неудобства. Обустройство шахт предполагает ограничение движения на некоторых участках дорог. Уже сейчас перекрыта улица Галактионовская от Красноармейской до Вилоновской. Такие меры предприняли для того, чтобы обезопасить жителей города. Для продолжения строительства метрополитена необходимо расселить граждан близлежащих домов. И это тоже вынужденная мера. Собственники жилья, которые отказываются от расселения, получат денежные компенсации. Им будет оказано бесплатное юридическое сопровождение. По умолчанию собственникам выделят квартиры. Областной Минстрой прорабатывает вопросы совместно с городской властью. Министерство строительства Самарской области поставило для себя и для своих подрядчиков задачу отдельно прорабатывать проблемы, возможности, рассматривать предложения от каждого участника, который попал в программу изъятия, подрасселения, подраспоряжения. В ближайшее время с каждым из участников встретятся, разъяснят какие права, что положено, как произведена оценка. По оценке экспертов, 68 домов после строительства станции будет нельзя эксплуатировать, так как она окажет акустическое и вибрационное воздействие. Безусловно, большую часть домов постарались учесть под компенсацию и сохранение. Среди них и 9 объектов культурного наследия. Эти дома будут сохранены, но перепрофилированное помещение из жилого перейдет в статус административно-хозяйственного. Новую 11-ю станцию метро планируют сдать и ввести в эксплуатацию в первом квартале 2024 года. Это стало возможным благодаря федеральной поддержке, которую область получила благодаря губернатору Дмитрию Азарову. Светлана Кудрявцева, Ксения Баканова, Николай Епифанов. События. В Самурской области с федерального бюджета поступит 19,5 миллиардов рублей. Средства будут выделены на строительство моста через Волгу и дорогу обход Тольятти. Возведение важного инфраструктурного объекта сегодня идет полным ходом. Текущий уровень технической готовности составляет 58%. Общая длина моста над Волгой – почти 4 километра. Он будет состоять из 26 опор и 25 пролетных строений. Протяженность новой трассы – порядка 100 километров. Работы идут в соответствии с графиком. Полностью завершить строительство должны в следующем году. Самарскому знамени 145 лет. В эти выходные в городе отметят праздник, посвященный одному из главных духовных символов региона. Праздник посвящен важному этапу в истории страны, когда под знаменем ополченцы из Самары отправились добровольцами помогать балканским народам в освобождении от османского ига. О значении Самарского знамени в современной истории России и о том, какие праздничные события ждут самарцев, расскажет Михаил Ермоленко. В 1877 году по инициативе гласного городской думы Петра Алабина в городе на Волге создали один из самых знаменитых российских духовных символов – Самарское знамя. Его основание изготовили из благородных металлов, а полотнище, в центр которого поместили изображения Богоматери, и Кирилла и Мефодия в Золотом кресте, соткали монахини Иверского монастыря. Знамя изготовили в период, когда Российская империя помогала балканским народам освободиться от 500-летнего гнета османского ига. Тогда самарцы в составе третьей дружины болгарского ополчения под руководством командира Павла Калитина пошли добровольцами сражаться за братьев славян под полотном легендарного знамени. Впоследствии оно стало символом победы России, подвига, чести и доблести солдатов и офицеров. В современной истории значение знамени остается колоссальным. На днях его копию губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал бойцам Самарского батальона. Самарское знамя сейчас – это также символ боевого духа, символ чести и доблести нашего воинства, которые опять защищают, спасают братьев славян, защищают мирное население. В России создано порядка шести копий Самарского знамени. Одну из них хранит 132-я школа города. Экспонат выставлен в музее, который действует в учебном учреждении с 1973 года. Здесь собраны разные экспозиции, рассказывающие об истории школы, ее знаменитых выпускниках, в том числе и о герое Советского Союза Губанове Георгия Петровича, имя которого носят учебные заведения. А также представлена экспозиция, рассказывающая о многолетней дружбе школы с гимназией номер один в Болгарии. Как отметила заместитель директора по научно-методической работе Анна Князева, у копии Самарского знамени долгая и интересная история, которая началась в 1991 году. В то время образовательное учреждение вступило в Ассоциацию славянских школ. Началось активное изучение истории и культуры народа. Позднее, в 1997 году, учитель технологии Валентина Иванова вместе с подопечными заинтересовались историей одного из знаменитых символов Самары. С ребятами на уроках технологии они изучили историю создания, историю боевой славы, изучили внешний облик этого знамени. И на уроках своими руками дети вместе с педагогом копию вот эту вот создали. Причем это точная копия, там есть один только нюанс, чем отличается. В настоящем знамени там золотом вышивка идет, а в знамени, которое вот наши ребятишки сделали, золото заменено на бисер. В субботу, 27 августа, в городе отметят 145-летний юбилей Самарского знамени. В рамках одноименного фестиваля жителей ждет насыщенная праздничная программа. Основное место действия – Струковский сад, где Петр Алабин и придумал один из главных духовных символов Самары. Уже с 12 часов дня в парке заработают более 28 интерактивных площадок, которые погрузят самарцев в эпоху конца 19 века и расскажут историю знамени, о его значении и о многолетней дружбе славянских народов. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров, Константин Головин. События. Общественная палата Самарской области создала штаб по наблюдению за выборами. В его задачи войдет мониторинг хода избирательных кампаний на территории региона и координация работы общественных наблюдателей в дни голосования. Подробности в нашем сюжете. Общественное наблюдение – действенная форма контроля в избирательном процессе. В Самаре заработал общественный штаб по независимому наблюдению за довыборами депутата Самарской губернской думы по Красноярскому одномандатному избирательному округу номер 14 и депутатов представительных органов местного самоуправления. Выборы пройдут в единый день голосования 11 сентября. Общественный штаб будет мониторить ход избирательных кампаний и координировать работу наблюдателей в дни голосования. Это люди, которые добровольно идут на избирательные участки и наблюдают независимо от того, как проходят выборы. Вот в этом основной смысл. У нас очень много таких активных граждан. Все это началось еще довольно давно, когда выбирали президента Российской Федерации. Вот тогда появились наблюдатели от общественных палат. И сейчас мы этот накопленный опыт будем использовать. Общественный штаб – открытая структура, готовая взаимодействовать с общественными организациями, профессиональными объединениями, заинтересованными экспертами, инициативными и неравнодушными гражданами. В состав штаба по независимому наблюдению вошли генеральный директор телеканала «Самары ГИС» Елена Кольцун, председатель квалификационной комиссии и палаты адвокатов Самарской области Алексей Кокин, заведующий кафедрой педагогики самарского филиала МГПУ Игорь Носков, директор Самарской региональной общественной организации за информационное общество Анастасия Кнор. А председателем общественного штаба стал заведующий кафедры государственного и административного права Самарского университета Виктор Полянский. Наблюдение будет обеспечено на всех избирательных участках. К настоящему моменту проходит обучение нашего пула кандидатов пока еще в наблюдателе, но они все, те, кто пройдет обучение, получит необходимые знания, будут направлены на избирательные участки в соответствии с том законодательства. На каждый день голосования предполагается по три наблюдателя, которые будут поочередно дежурить в течение дня. Отметим, что избирательные кампании в этом году проходят в отдельных районах Самары, Октябрьска, а также на территориях Безенчукского, Богатовского, Большечерниговского, Волжского, Кенельского, Кенельчеркасского, Красноярского, Пестравского, Сергиевского, Ставропольского и Шигунского районов. Светлана Кудрявцева события. В рамках «Волга-феста» продолжают работать интерактивные площадки. Компания «Т-Плюс» приняла участие в фестивале и развернула свою творческую мастерскую для всех желающих прикоснуться к искусству. Подробности в нашем следующем сюжете. Компания «Т-Плюс» традиционно поддерживает «Волга-фест», организует творческие интерактивы, где важным условием является сопричастность гостей к проекту. В этом году мы предлагаем нашим жителям столицу областную, гостям города подумать, пофантазировать о любимых знаковых местах в городе и нарисовать их, погрузиться в творчество, вспомнить детство, взять кисти, краски. Компания, являясь поставщиком тепла в Самаре, решила организовать творческую мастерскую «Теплый город», где гости могут изобразить любимые городские пространства. К процессу подключаются целыми семьями. Наша задача – пообщаться с людьми и дать им возможность выразить их чувства к любимому городу с помощью красок. Очень здорово как-то пришел мальчик и хотел рисовать звездопад. Звездопад, и они с мамой договорились, что они вместе создадут картину, когда звезды падают именно на площадь славы. Получилось очень здорово. Творческая мастерская, организованная компанией «Теплюс», завершит свою работу вечером пятницы, а в субботу и воскресенье будет организована выставка, где можно увидеть готовые работы. Александра Гусева, Николай Епифанов. События. Росавиация продлила режим ограничения полетов в южные и центральные регионы страны до 4 сентября. Запрет на выполнение рейсов распространяется на 11 российских аэропортов – Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Полеты ограничили 24 февраля. Запрет продлевают уже в 31 раз. Российским авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам и использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных вод, Ставрополя и Москвы. Турция стала местом фарма-шоппинга для российских туристов. Спрос на фармацевтические препараты заметно увеличился с мая прошлого года. Лекарства стали потребительским товаром номер один и сувенирами, вывозимыми из Турции в Россию. Российские граждане, приезжающие в Турцию, в основном требуют болеутоляющие, антидепрессанты и препараты для диабетиков. Еще один популярный товар – линзы. Цены на контактные линзы в Турции в три раза ниже, чем в России. Поставки новых транспортных средств из Китая в Россию через совместную наземную границу заметно выросли. Экспорт китайских машин через пункт пропуска Краскина – Хунчунь за полгода увеличился почти на 150%. Это более тысячи единиц различных транспортных средств – дизельные самосвалы, полуприцепы, автобусы, коммерческие и легковые автомобили. В Самарской области нашли подпольный цех по производству нелегального алкоголя. Сотрудники полиции Тольятти задержали 42-летнего местного жителя, ранее судимого за подделку документов. Производство горячительных напитков он осуществлял без лицензии, сертификатов соответствия и товарно-транспортных накладных. Из арендованного злоумышленником помещения изъяли производственное оборудование, готовую алкогольную продукцию и спиртосодержащую жидкость общим объемом более 40 тысяч литров, а также расходные материалы. Общая стоимость изъятого составляет более 210 тысяч рублей. Напитки предназначались для реализации на территории Самарской области. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Российский экологический оператор предложил отказаться от использования одноразовой пластиковой упаковки для букетов цветов из-за невозможности переработки материала. Букеты, как правило, оборачивают в пластиковую упаковку, сделанную из полипропилена. Загрязненная обертка не подлежит переработке, а пластик будет разлагаться десятилетиями. В качестве альтернативы можно использовать бумажные контейнеры, которые потом пригодятся и в быту, поясняют инициаторы идеи. Однако Национальная ассоциация цветоводов воспротивилась инициативе, напомнив о дороговизне специального оборудования для упаковки цветов, которое находится на всех крупных производствах отрасли. В ассоциации компании «Интернет» торговли заявляют, что предложение вполне реализуемо, учитывая заметное уменьшение спроса на пластиковую упаковку по сравнению с прошлыми годами. По мнению экспертов, сейчас популярны биоразлагаемые материалы и яркая цветная бумага. Самарский магазин «Дом одежды и обувь» провел благотворительную акцию для вынужденных переселенцев. Администрация магазина связалась с семьями, прибывшими в Самару, и подарила каждый из них сертификат на покупку детских вещей. Подробности в нашем материале. Магазин «Дом одежды и обувь» часто проводит благотворительные акции, помогая малоимущим семьям, пенсионерам, инвалидам. В этот раз администрация магазина решила поддержать семьи переселенцев из ДНР и ЛНР. Руководство торговой точки связалось с семьями, в которых есть дети школьного возраста, и предложило им свою помощь в подготовке к учебному сезону. Заранее отбирались семьи, которые у нас в Дубках располагаются. Там всего 43 семей, у них есть маленькие дети, которые идут в школу в этом году. Каждая семья получила сертификат на 3000 рублей. Потратить его можно на покупку детской одежды, обуви и школьных принадлежностей. Часть семей уже сегодня приезжала в магазин, чтобы приобрести все необходимое. Это очень хорошо, что такая акция есть. Мы очень благодарны всем. Поддержка детям в школе. Дом одежды и обувь планируют и дальше проводить подобные акции. Политика магазина заключается в том, чтобы помогать тем, кто действительно нуждается. В магазине большой ассортимент вещей, товаров для дома, учебы и работы, по лояльным ценам. Александра Гусева, Григорий Плешаков. События. 12-летняя жительница Самары Анастасия Шишкова стала победителем конкурса «Красавица и красавица земного шара», который проходил в Москве. Тяжело ли далась победа и какие перспективы открывает титул в дальнейшем, модель рассказала нашему телеканалу. У 12-летней жительницы Самары Анастасии Шишковой за плечами уже две победы в престижных российских конкурсах. Год назад она приняла участие в конкурсе «Мировая звезда», где получила титул топ-модели. А теперь вернулась из Москвы. Там проходил конкурс «Красавица и красавец земного шара». Оттуда девочка привезла еще одну корону победителя. Ну, можно сказать, и радость, и восторг. Добавили диплом, медаль, корону, ленты давали и титул. По словам мамы Анастасии Жанны, дочка уже в год любила позировать, а в три года приняла участие в конкурсе «Красоты», где заняла второе место. Ей нравились, когда мы ходили куда-то, ей нравились очень красивые дамочки с хорошей одеждой. И она маленькая уже говорила, что она, мам, я буду. Она как-то промелькнула несколько раз. Мы постоянно приходили к приглашению в модельную школу, и в один прекрасный момент все-таки я решилась. Мама отдала дочку в модельную школу, где-то проучилась девять месяцев. За это время были поездки в разные города страны на показы. Настю снимали для обложек журналов. Любимое занятие девочки – дефиле. Но одной проходки по подиуму недостаточно. Для участия в конкурсе нужно было подготовить номер. Настя выбрала танец. Надо было сделать свой личный номер, подготовить дефилирование также, и, ну, также морально подготовиться. У меня была изюминка то, что, можно сказать, что там была просто музыка француженки. В планах у Анастасии участие в новом конкурсе, присутствовать на котором будут телевизионные продюсеры. С победителем они заключат контракт на съемки. Мама уверена, у дочки есть все задатки для покорения мировых подиумов. Нужно с чего-то начинать, как-то прокладывать свою тропинку в будущее. Ну, я надеюсь, что получится. Девочка, она целеустремленная. Где-то серьезная, где-то нет. В своих местах. Ну, вообще, хочу сказать, ребенок у меня, то есть, потому что, как бы, если она наметила свою цель, то она и это добьется. А в свободное от занятий и участия в конкурсах время Настя занимается бисероплетением. Ей нравится создавать колье, браслеты и колечки. Из профессии на будущее девочка тоже определилась. Говорит, если не сложится с карьерой модели, пойдет работать зубным техником. Виктория Шарая, Константин Головин, События. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. Скорректирована трасса следования трамвайных маршрутов номер 2, 4, 13, 23 в связи с перевооружением теплотрассы по улице Гаражной, пишет телеграм-канал администрации Самары Вести с Дворянской. Движение будет ограничено в районе дома номер 22 по улице Гаражной с 6 утра 27 августа до 6 утра 30 августа. На время перекрытия участка трамвай номер 2 будет ходить по схеме Юнгородок, дом печати Юнгородок, трамвай номер 13, Костромской переулок, дом печати Костромской переулок. Трамваи 4 и 23 маршрутов будут ездить через Постников-Овраг, по проспекту Ленина до железнодорожного вокзала, затем до автостанции Аврора, станции метро Победа и до дома печати. Электросамокаты внезапно ворвались в нашу жизнь и стали одним из самых востребованных летних видов транспорта в городе. Но безопасность превыше всего. Как пользоваться электросамокатом без вреда для себя и окружающих, рассказывает телеграм-канал администрации железнодорожного района. Запрещается ездить с высокой скоростью, передвигаться по автомобильным дорогам, прыгать через препятствия, ездить вдвоем и держать ребенка. Администрация Кировского района призывает жителей регистрироваться в системе ГИС ЖКХ. Это современная и удобная платформа. Ее задача сделать сферу жилищно-коммунального хозяйства для граждан более понятной и прозрачной. Обеспечить простой доступ к широкому перечню данных. Через ГИС ЖКХ можно взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, оплачивать коммунальные услуги, направлять жалобы, голосовать и многое другое. Самара ГИС запустил новый проект «Скажи свое мнение». Ежедневно мы проводим в своем телеграм-канале опросы на самые актуальные темы. И сегодня выясняем, чувствуют ли себя счастливыми наши подписчики. 44% ответили, что 50 на 50. 39% проголосовавших ощущают себя абсолютно счастливыми. 15% рассказали, что счастья на горизонте не наблюдается. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, на страничках в Одноклассниках и во Вконтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Все вам доброго и отличных выходных! Субтитры создавал DimaTorzok